Что нужно пить беременной для здоровья и мягких родов? По поводу воды, что пить? Во время беременности обязательно нужно пить. Ни в коем случае, даже если у вас отеки, мы не сдерживаем себя в потреблении воды. Воду, конечно, лучше пить талую, настойную на камушках кремния, потому что кремния большинству женщин не хватает, особенно во время беременности. Еще советую пить настой трав, отвары или настой на холодной воде. Такие травы, как липа, мята, материнка, календула, шиповник, боярышник, очень благотворно влияют на состояние мамы. Про лист малины, конечно, я ничего не буду говорить, потому что много описано в интернете, много сказано, но я не считаю его таким важным абсолютно для всех. Все очень индивидуально. В принципе, как и со всеми остальными травами, как с питанием, старайтесь слушать свое тело, оно всегда подскажет. Еще хотела сказать по поводу смешивания трав. Как надо научиться слушать себя? Вот, допустим, вы утром встали, перед вами стоит много-много баночек с заготовками разных трав, то есть сушеные травы. Вы берете, смешиваете в кружку, в чашку, насыпаете одной травой другой. То есть, что вам вот именно сейчас, что хочется сделать, какой напиток вам хочется выпить. Это будет самое полезное, самое ценное. Еще хотела сказать про заваренные ягоды. Например, черника, ежевика и брусника, в совокупности 3 ягоды, очень хорошо напитывают ваш организм и укрепляют иммунитет. Особенно при простудных заболеваниях во время беременности. Постарайтесь провести в начале беременности сокотерапию. Тоже это очень важно, потому что напитывает организм витаминами и микроэлементами. Плюс соки дают небольшое очищение. Например, свекольный сок действует как легкое ослабительное. Помогает освободиться желчному пузырю от старой желчи. Амбарковный фреш является легким антипаразитарным средством. Сок топинамбура. Старайтесь включать как дополнительный компонент к другим сокам. Это запускает оздоровительные процессы в организме. Ну и насыщает кремнием, о котором я говорила, что недостатком которого страдает большинство беременных. Сок огурца с сельдереем и небольшой частью лимона очень хорошо справляется с отеками, если вас беспокоят во время беременности отеки. Приглашаем посмотреть бесплатно этот вебинар целиком и узнать больше о социальном проекте по естественным народам «Чудо в сердце». Для этого нажмите на эту кнопку.